Дорогая, полностью с вами согласна. Надо меньше жрать. Но как же это красиво звучит! Но как же это заманчиво звучит! Но как же это обаятельно звучит! Всё хорошо. Но вот в чём весь вопрос. Очень многие люди понимают, о чём вы говорите. А многие люди говорят, да ладно, у меня генетика такая. Да ладно, и так далее, и тому подобное. Каждый найдёт свою историю. Мы должны не забывать о том, что пища, мы пищевые наркоманы. И для многих людей пищей является утешением. Когда мы были маленькие, особенно если мамы применяли этот приём, и они утешали вас у своей груди, ваш мозг запомнил, что утешение может быть только с помощью пищи. Для многих кто-то нервничает и ничего не ест. А многие, когда нервничают, там в холодильнике просто лайки получают каждую секунду. Знаете, этот анекдот, да, про лайки холодильником? Нет, сегодня вечером холодильник получил 400 лайков. Как? Так вот, поэтому, когда мы просто говорим, надо меньше жрать. У одних люди говорят, тебе хорошо, у тебя сила воли есть. А у меня и нет. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Потому что глубоко внутри. Почему я говорю, что король системы — это система подсознания. Потому что если в вашем подсознании вам нельзя закрыть свой рот от еды, очень у многих, например, есть такая связка. Если я перестану есть, я умру. Очень у многих людей, особенно те, кто пережил сейчас войну, пережил голод, или предситуации голода, там начинается животный страх, чтобы не поесть. Я помню момент такой. Мы с друзьями решили сделать себе вызов такой. По молодости еще. Мы тогда много ходили в горы, в Крым. Крымские горы. Резухами и все остальное. Мы решили себе сделать такой вызов. Знаете, как молодой, еще неопытный, дебильные решения принимаешь. На семь дней пойти в горы без еды. Ну, что называется, что найдем на подножном коробке. Ну, вот такие мы были бесшабашные. Вот, воду с собой не взяли, из родников пить. Ну, вот, начитались каких-то книг, и вот так пошли. Мало того, что были неподготовлены совершенно. Мало того, что не физически не были подготовлены. Почему? Потому что когда ты идешь, физическая нагрузка очень большая, рюкзаки большие, потому что ты же спальники тащишь на себе, эти палатки тащишь на себе. Плюс еще мы фрейжнулись и решили с собой взять незнакомых для себя людей. Ну, кто-то напросился, кто-то попросился. Там друг сказал, ой, я с вами пойду. То есть, и тут наступает такой момент. Мало того, что ты и не готов. Это чужие люди. И начинается уже в первый же день выяснение отношений. Вот, и для того, чтобы немножечко людей привести их в чувства, мы сказали так, объявляем молчанку. Чтобы не было вот этого элемента раздражения. Люди просто ходят наверху, смотрят кто. Вот, и мы объявляем трехдневную молчанку. Прямо говорим, кто заговорит, с тобой штраф. А это же кипит, все раздражает. То есть, люди не привыкли даже сутки без еды быть. Ну, а что мы там можем найти? Это была весна. Там какой-то чеснок, помню, нашли чеснок. Вау! Вот, в итоге решили, что лучше не есть, чем есть, что попало. Вот, и пошли на это, ну, по сути, голодание. Воду где-то там в каком-то ручье нашел, но хорошо. Это 80-е годы, поэтому не удивляйтесь. Тогда вот мы были вот такие вот, без царя в голове. Сейчас бы я на такой эксперимент точно не пошла. Сейчас бы я уже бы... Ну, факт не в этом. А вот. Короче, нас хватило на семь дней. Нас было, полно 14 или 15 человек. Это было такое ужасное путешествие. Во-первых, ты устаешь физически. Плюс, ну, не буду рассказывать все ужасы, вам оно не надо. Ну, в итоге, короче говоря, падает одна женщина на седьмой день. То есть мы уже спускались с гор, и мы должны были уже на следующий день выходить к морю. И выходить из голодания. То есть первый этап, вот первый этап, там, раздражительности, первые три дня очень сложно. Потом организм перестраивается, уже становится легче. Вот. И мы именно хотели понять свой потенциал. Мы именно хотели понять, насколько наш потенциал. То есть мы не думали там о жире, о нежире, об очищении. А именно вот понять свой потенциал. Вот. И мы уже спускаемся с гор. Одна женщина на траве подскальзывается и сильно ударяет руку. И мы понимаем, что надо уже вот срочно спускаться, потому что боль, вот она кричит от боли. Мы спускаемся вниз. Короче, в нее перелом там, уже не помню там какой кости. Она едет по лицу. А мы уже спускаемся вот с гор, все. И уже понимаем, что вот сегодня мы и выходим из вот этого голодания. Я помню, мы заходим на базар. Там уже это конец рабочего дня. Там стоит бабушка, продает полукнилые помидоры. Нам хотела ума понимать, что нам овощами надо выходить. И мы покупаем у нее вот эти овощи. И мы выходим на берег моря и начинаем жадно, жадно поглощать эти помидоры. Просто даже вот не жуя, и они были такие вкусные. Это была такая вкуснотища. Я в своей жизни таких вкусных помидоров не ела. Поэтому вот когда мы говорим о пищевой наркомании, когда мы понимаем, как много людей находится сейчас в пищевой наркомании, в наркомании или в наркомании, мы осуждаем наркоманов и алкоголиков. Если бы вы знали, насколько мы наркоманы и алкоголики. Вот мы осуждаем их, на самом деле, по факту, сами такие. Мы пристрастились к тому или другому. Прям пристрастились утром встать и чашку кофе выпить. Вот пристрастились многие там кофе с сигаретами. И это все психология, дорогие. Это все психология. Поэтому один способ не жрать. Для этого надо принять решение, взвешенное решение. Понимающее решение, понимающие процессы, какие происходят. Да, я вот точно так же, как я там, в горах, взяла, схватилась с силой воли. Но мы были в горах, там бы и хотел пожрать. Там ничего нет, кроме горного чеснока. Или мы нашли еще горную, там, какая-то типа черешни или типа вишни. Ну, черешни такой. И то она уже была полу... Это осень была, поэтому она уже полу такая опавшая была. Там уже ее эти... Воробьи поели больше, чем мы. И то, опять-таки, ты ешь черешню, она сладкая. После этого хочется еще больше есть. Поэтому тут нужно понимать, просто понимать, что есть. И для этого нужно все-таки... Чтобы мы с вами были грамотными в этом вопросе. Не просто вот как я. То есть не делайте вот как я. Просто не делайте. Потому что потом еще года три меня так колбасило. Меня так колбасило. Мое тело настолько запомнило этот голод, что потом года три меня колбасило, когда я была, ну, чуть-чуть голодна. Знаете, вот ты поела, там, часа через два. Меня аж трусило. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, кого трусит, когда вы голодные. То есть это говорит о том, что с инсулином проблемы очень большие. Это говорит о том, что вы что-то сладкое едите. Вот. Уберите сладкое, и вас перестанет трусить. Вот попробуйте. Когда трусит, мы обычно там сраём себе булочку, быструю какую-то еду там схватить, попробуйте в этот момент мясо съесть. Вот. И увидите, что будет происходить. У вас от этого отрушения будет оттуда. Но вот года три после той ситуации меня колбасило не по-детски. Пока. Не по-детски. И не дай бог мне больше в такие эксперименты попадать. Поэтому эксперименты со своим здоровьем я прекратила. Там был очень хороший урок. И достаточно сложный урок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова